18 марта стартует программа «Кэшбэк за туры по России». Это уже третий этап легендарной программы за возврат части потраченных средств на путешествия по стране. Стартует акция в ночь на 18 марта. Приобрести туристические продукты, отели, туры и круизы можно будет до 15 июня. Отправиться в поездку до 30 июня. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кэшбэк начисляется только за поездки оплаченные карты МИР. Деньги на нее поступят автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на реализацию третьего этапа программы 2 миллиардов рублей. Выделенные средства позволят снизить для граждан стоимость около 300 тысяч туристических услуг и дадут возможность активнее развивать внутренний туризм. Новый этап программы продлится почти три месяца и зацепит лето. Основные правила остались неизменны. Покупка должна быть совершена картой платежной системы МИР. Нужно зарегистрироваться в программе лояльности МИР. Это быстро и просто. Минимальная продолжительность поездки – две ночи, три дня. Количество бронирований по одной карте не ограничено, но возврат – не более 20 тысяч рублей за одну операцию. Получить субсидию можно неограниченное число раз, главное – выполнить условия программы. Количество путешественников в бронировании не ограничено. Уточняется, что в кэшбэке Мишустина будут доступны почти все российские круизы. Кстати, их можно бронировать уже сейчас. Наглядно это выглядит так. Заплатить за круиз по Волге не 100 тысяч рублей, а всего 80 тысяч. А за круиз по Каме не 5 тысяч 400, а только 4 тысячи 300. Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в 2020 году и проходила в два этапа. В рамках первого из них – туры и проживание с кэшбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца 2020 года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки до 10 января 2021 года. Всего за это время граждане приобрели туры на 6,5 миллиардов рублей, а общая сумма кэшбэка составила 1 миллиард 200 миллионов рублей.